Внутреннее потребление сократилось. Речь о свинине из-за резкого роста цены теперь и это раньше. Дешевое мясо стало еще недоступнее. О причинах худорожания разбиралась наша съемочная группа. Не торгуют, а откровенно скучают. Покупателей нет. Продавцы местных рядов центрального рынка Иркутска в растерянности. Что делать с товаром, конкретно со свининой? Цена на них выросла сразу на 30-40 рублей. И теперь выходит дороже говядины. До 400 рублей за килограмм. Насколько поднялась закупочная, настолько и в розницу. Люди не понимают, вот они приходят, спрашивают цену и просто от нас сбегут. Елена Волкалуб одна из немногих не убегает. Цена на свинину и для нее высока. Но становиться вегетарианцем женщина не собирается. Придется понемножку брать. Все равно мясо надо есть. Для здоровья. Для здоровья мясо стало действительно полезнее. Теперь на прилавках почти весь товар от местного производителя. И такая ситуация на территории всего региона. Воз с замороженной польской и литовской свинины был запрещен в апреле. Из-за вспышки на территории этих стран африканской чумы свиней. В австралийских партиях нашли запрещенный гормон роста. И поставки также остановили. Запасы ранее ввезенного мяса иссякли. И теперь выбор у рядовых россиян и отечественных мясокомбинатов один. Многие переработчики крупные, они работали же с импортным мясом. Им невыгодно было с охлажденкой работать. А у них сейчас нет доступа к этому мясу. И они переключились на отечественных. То есть на охлажденку. Хранить охлажденку сложнее, поэтому в конце торгового дня от нее стараются избавиться. Из-за оттока покупатели и продавцы идут на то, чего раньше вообще никогда не делали. Теперь они режут вот такие цельные куски мяса. В итоге обрезки лежат на прилавке весь день. А вечером уходят за бесценок. Подешеветь свинина может только через несколько месяцев. К концу лета, возможно, федеральные власти снимут эмбарго на ВОЗ импортный. К тому же в регионе начнется сезонный забой скота. Влад Рыбакова, Александр Дудин. Новости по будням.